Это Вести Бескиселева, наш совместный проект реальной журналистики и Ермак Медиа. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. 9 декабря, день борьбы с коррупцией, Россия отметила широкомасштабным известием. В СМИ просочилась история о том, как бывший зять президента миллиардером стал. Почти 4% акций компании Сибур Кирилл Шамалов, бывший муж президентской женщины номер 2, купил всего за 100 долларов. Вот уж кто-кто, а зять сумел взять. Естественно, Кремль поспешил опровергнуть эту информацию и, возможно, эта история превратилась бы в очередное накидывание добра на вентилятор, но глава Сибура Дмитрий Конов подтвердил ранее опубликованные сведения. По его словам, акции Шамалову были переданы в рамках программы мотивации топ-менеджеров, но с соблюдением ряда условий. А теперь, друзья, вопрос. Кого из вас так мотивируют на вашем рабочем месте? Кому выдают 3,8% акций крупного холдинга? Напишите в комментариях. Может, среди вас мы найдем уже и остальных женщин президента? Да потому что сделку такого уровня без протекции сверху осуществить было бы просто невозможно. Хотя Кремль и говорит, что наряду с Шамаловым в программе Сибура участвовали и другие топ-менеджеры, получившие доли без привязки к первому лицу страны. Однако фамилии этих мертвых душ не озвучиваются, то есть скрываются. А почему? Да потому что, скорее всего, их просто-напросто и не существует. И свой пакет в рамках обозначенной программы получил только один человек. Остальным акции достались за очень большие деньги. Смотрите сами. Например, зампредправления Сибура Владимир Разумов, согласно контракту, купил свой пакет, размер которого был меньше 0,1%, почти за 6 миллионов долларов. Вице-президент компании Алексей Филипповский заплатил за свой пакет 12,7 миллиона долларов. Исполнительному директору Сибура Сергею Камышану пакет в 0,26% обошелся в 21 миллион 600 тысяч долларов. И только зять, которого, видимо, было нефиг взять, купил 3,8% акций за 100 долларов. А должен был купить за 380 рыночных миллионов долларов. Почувствую разницу. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Все смешалось в доме Облонских. Люди, лисы, кабаны. И это только начало. После громких дел, когда чиновник застрелил женщину, приняв ее за лису, а полицейский застрелил мужчину, считая, что это кабан, в адекватности и тех, и других усомнились даже сторонники власти. Но это не помешало Госдуме принять поправки к закону о полиции, значительно расширяющие полномочия самих полицейских. Пока законопроект принят только в первом чтении, но уже всем стало понятно, к чему же это может привести. Руку отпусти, сказал! Руку отпусти! Руку отпусти! Полицейским разрешат стрелять на поражение, вскрывать автомобили и проникать в жилые помещения. Подобное нововведение в России уже успешно обкатано на Росгвардии и ФСОшниках. Теперь дополнительным объемом прав наделили и обычных полицейских. Изюминкой думских поправок стало отсутствие преследования полицейских за действия, совершенные при выполнении обязанностей. Так что, друзья, наши шансы на выживание существенно сократились. Но еще обиднее, что за это никого даже и не накажут. Инициатива-то, может, и неплохая, но в случае, если применяется в отношении преступников. Но мы же в России. И ждать от 20-летнего мальчонки в форме и с оружием в руках зрелости и адекватности поступков приходится нечасто. А значит, в ситуации, когда полицейские будут домогаться, а затем и стрелять в 13-летних девочек, станут нормой. Вот вам лишь бы ржать, а у людей проблема. 42 дня без бани и алкоголя. И это все в кону Нового года, где единственная радость некоторых россиян как раз-таки в этих двух составляющих. И отказаться от праздника для них равносильно драме и знаменитого фильма. Может быть, я хочу простудиться и умереть. В понедельник практически во все регионы России была завезена первая партия вакцины от COVID-19. В Свердловской области досталось целое тысяча доз. В первую очередь вакцинации должны были подвергнуться медики, учителя, соцработники и полицейские. Власти переживали, что не смогут охватить поступившей вакциной всех лиц из группы риска. Но оказалось, что желающих уколоться на пунктах раздачи внутримышечной химии гораздо меньше, чем прибывших по протоколу ДОС. А все дело в брифинге Голиковой, которая только сейчас почему-то сообщила, что после вакцинации, а это будет два укола, необходимо соблюдать меры безопасности. Изоляция, маски, гигиена, дистанция и исключение алкоголя почти на полтора месяца. Все это необходимо для получения полноценного иммунного ответа. Сначала наши власти оставили нас без вкусного новогоднего стола, существенно подняв цены, а теперь грозятся оставить еще и без новогодних желаний, которые мы традиционно записываем на листочки, сжигаем и выпиваем вместе с шампанским. Видимо, догадывается власть, какие желания в этом году собираются загадать абсолютно все россияне. Вот и принимает меры по введению сухого закона. Только давайте на этот раз все чисто сработаем, чтобы это ни было, без всякой самодеятельности. Ладно? Но и это еще не все. Блондинку Голикова поддержала и не блондинка Попова. Ни до, ни после, ни вместо, ни во время, ну вот просто никогда никак. Сообщившая в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что употреблять алкоголь нельзя и за две недели до вакцинации. Итого почти 56 суток. Почти два месяца. Ну не пил, не пил я. Хотя повод есть. Ну что, скажите мне, кто из вас готов подчинить два месяца своей жизни рекомендациям создателей «Арбидола» и «Когоцелла»? Те 11%, которые так или иначе все-таки мелькают в вопросах, как готовые на все, что предлагает нынешняя власть, я в расчет не беру. Вы даже не переживайте. Калитесь. В отношении тех, кто голосовал за поправки Конституции, вакцина сработает как надо. А вот остальные так и останутся. Живы, здоровы и в своем уме. Главное тут, чтобы в скором времени новые законопроекты нанесли, типа за отрицание эффективности вакцины, лишение свободы и право открывать рот в течение ближайших трех лет. Друзья, а я напоминаю, что на нашем канале появилось новое видео о том, как россиян травят в газовой камере городского масштаба. Переходите по ссылке в описании, смотрите наши проекты. Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я узнал, что у меня нет в России ни хрена. Нету нефти, нету газа, нету золота, алмазов. Нет свободы. Правды нет под угрозой интернет. Главу нашего государства на этой неделе возмутила бедность россиян. Да-да, вы не ослышались. В ходе совещания с членами правительства президент назвал недопустимой ситуацию, когда россиянам не хватает денег на продукты. Он попросил чиновников обратить на это особое внимание. Ну нам внимания достаточно, нам бы денег. А то так и хочется задать вопрос, а что ты сделал для того, чтобы вверенный тебе народ жил хорошо? Ну или хотя бы неплохо? Да хотя бы как-то жил, а не выживал. Риторический вопрос, правда? Давайте говорить конкретными категориями. 30,5 миллиарда, они нам должны... Они нам должны пусть вернуть деньги для начала разговора, так, чтобы создать благоприятные условия. От правительства президент потребовал не допустить повторения ситуации в СССР, когда люди не могли купить продукты, потому что их не было. Сейчас происходит все то же самое, но только с деньгами. Продукты есть, а денег на них нет. Вывод? Жизнь будет нелегкой, наоборот, очень трудной. Но самое интересное случилось позже, когда слово дали главе Министерства сельского хозяйства. А он в свою очередь немежко ответил, что, цитата, Ситуация на продовольственном рынке стабильная, дефицита продуктов мы не наблюдаем. Алло, министр, ты потерял нить разговора? Очнись и послушай, а то выставят крайним. Короче говоря, друзья, бедность теперь заребрендели и назвали экономическим словом дефицит. Так вот именно этот дефицит у вас денежных средств и обеспокоил главу государства. Заботливы, однако. Вот только к словам какие-то действия будут прилагаться? Или, как обычно, посидели, поговорили и по домам. Может, мрот поднимем или пенсию разморозим? Или вы вообще не о тех россиянах? Может, это намек какой? Скинуться надо на новый дворец или белоснежную яхту? Так вы говорите, а то мы загадок-то не понимаем. Напридумываем себе не ведь что, а огребать бедным чиновникам. Короче говоря, друзья, принимаем версии, какова цель данного выступления. Выборы вроде бы еще не скоро. Популизмом хоть и попахивает, но тут что-то другое. Пишите в комментариях, обсудим. Ну а у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание и напоминаю, что наш канал называется Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии. Пообщаемся. Помимо меня на канале есть и другие проекты, в том числе интересные журналистские расследования. Так что каждый найдет для себя что-то интересное. Ну и добавляйтесь в друзья, мы есть во всех соцсетях. Всех люблю. Пока-пока.